Там, где клян шумит над речной волной. Ты хотел быть самым первым? Нет. С Тамарой Борстелевой не будете. Я говорю, а что мы будем делать? Вот если абстрагироваться, это очень странное предложение. Расхожие вот эти фразы, да? Типа, если вернуть жизнь обратно и дать мне второй шанс, я бы ничего в своей жизни не менял. А я бы менял. Ты изменил своей супруге и рассказал ей об этом. Кончилась любовь, как день зимой. Ты до сих пор не можешь смотреть свои фильмы? Все кажется таким последовательным, а на самом деле на каждом маленьком отрезке это был результат отчаяния. Я узнаю это, думаю, но он сумасшедший. Это отвага, но отвага на фоне отчаяния. Такое, делаем шаг, закрыл глаза, раз, два, три, пошел. Евгений Дятлов. Полная противоположность сегодняшней рафинированной актерской элите. Хотя в течение многих лет, безусловно, рекордсмен по вниманию женщин к его персоне. Сфера интереса самого Дятлова настолько обширна, что невольно вспоминаешь эпоху Возрождения, когда человек не исчерпывался лишь одним единственным профессиональным предназначением. В биографии Дятлова уживаются трубопрокатный завод и живопись, высокая поэзия и моржевание. А широкую популярность в равной мере приносят роль капитана Дымова из «Улиц разбитых фонарей» и старинные русские романсы, на которые он уже много лет собирает огромные концертные залы. Роль ведущего канала «Культура» ничуть не спорит с ярким участием Дятлова во всех популярных музыкальных телепроектах. Две звезды, точь-в-точь, три аккорда и даже маска. Впрочем, столь востребованный сегодня успешный успех, когда раз – и ты одним махом знаменит и счастлив – точно не про него. Но зато, если вы любите непридуманные биографии и парадоксальные истории успеха без гламурной глазури и сахарной инстапудры, вам точно есть чему поучиться у Евгения Дятлова, который, например, год своего 60-летнего юбилея – вы вообще можете в это поверить, глядя на него – отметил тем, что вернулся к рок-репертуару песен своей юности. Смотри, начнем с самого ошеломительного. С того, что в этом году, в 2023 году, ты отпраздновал юбилей. Я думаю, что многие люди, которые край муха услышали, что Евгения Дятлова какой-то юбилей, ну, кто-то мог подумать, юбилей, ну, может, полтинник ему. Тоже много. Кто-то, может быть, подумал даже, что, ну, может быть, 45. Ну, что, 60? Мне кажется, не мог подумать никто. Можно бы сказать, что это генетика, а можно и сказать, что ты довольно пытливо относишься к этому вопросу. Я не знаю почему. Здоровье ли, внешности, там, ментальной какой-то нашей сохранности, как я понимаю, с юности? Ну да, наверное. На самом деле, как сама цель, вот сейчас есть такие биохакеры. Да. Вот, вот это сейчас такое течение. Я, кстати, вырвал время у себя и пошел на их такой слет. Вот, у них лечь. Послушать, что они знают нового. Того, чего не знаю я и, как бы, что. И что? Ну, как результат, чтобы быстро резюмировать. Этому надо, как это сказать, всю жизнь подчинить этому. Это становится и дефиксом, вот, и ты, как бы, все остальное в фон. Но в итоге ты понимаешь, что... Я понимаю, что... Собственно, если твоя жизнь подчинена только этому. Это как раз рассказы сороконожек, которые очень четко рассказывают про каждую свою ножку. Но тогда ты служишь этим ножкам. Если ты живешь, что-то тебя будет поглощать, оттуда ты будешь выныривать, вспоминать про биохакинг и заниматься самобичеванием, что типа, сволочь, я опять упустил. Возможность продлить свои дни. Да, сдать анализы. И все такое. Но бог с ними, с биохакерами. Передо мной сидит живой биохакер, который ничего этого не зная. Ну, или, может быть, все-таки что-то зная. Как это с чего началось вообще в твоей жизни? На самом деле, на самом деле, я сам не могу этому дать такого точного ответа. Вот. Но вот первое, что я хорошо прям в себе зафиксировал, это было такое острое открытие. Умерла бабушка. Бабушка, с которой у меня очень много каких-то связей внутри. Когда она умерла, я вдруг подумал, я не хочу этого. Вот. Что человек не должен умирать. Не я не должен умирать, а она не должна умирать. Что это не заложено в нашей природе. Умирать. Не заложено. То есть мы бессмертны? Да. Что у нас внутри, именно из-за того, что моя любовь протестует против смерти бабушки, вот, значит, я прав. Как интересно. Да, вот. А умираем мы только потому, что мы не дошли до чего-то внутри себя, то есть чтобы могли себе это позволить. То есть это происходит как некий закон, который в своем роде, как некая пока, некие двери, через которые мы не можем пройти. На самом деле, как бы, вот эти все вещи, они так, как бы, мной завладевали постепенно. Периодически, всякие разные. Всякий раз наталкивались. Я хотела у тебя узнать, через что ты прошел, кратко, если сказать, и есть ли что-то, что ты подумал. Ага, вот это какая-то рабочая штука. Вот это тоже рабочая штука. Нет, ну, это штука. Я даже, например, знаешь, вот смотри, я попал в армию, значит, первый год это был чудовищный. Вот из нас там просто вынимали через одно место все внутренности. Но я, у меня появился доступ к библиотекам, а там как раз я стал вот читать все эти вещи Шрео и Робинда, и, ну, в общем, все-все-все-все. И индийское, и знание там индийской философии, и европейской философии, и всяких вот этих. То есть меня опять стали посещать эти мысли, что нужно делать человеку. И вот там как раз в том числе я какие-то брошюрки читал по поводу оздоровления. А это 81-й год. 81-й – это еще никаких вот этих вот потоков информации, железный занавес еще работает. А рядом с нами был рынок. Я приходил на рынок. У нас уже было, нам платили же деньги, там, по-моему, 3,60, что ли. Вот. И я на какие-то деньги покупал зелень. Вот. В общем, я занимался вот этой, как вот, зеленеедением. Вот. А свои котлеты отдавал молодым. Вот. Продержался я месяц. Месяц? Я думаю, как быстро ты начал умирать просто. Конечно. Да. Организм сказал, ты что, дурак? Вот. То есть тогда я понял. В армии. Да, в армии. Но это хорошая школа в том смысле, что ты через себя пропуская, начинаешь как-то так корректировать вот это все, что тебе там спускается в разных источниках, из разных источников. Вот. И ты начинаешь пропускать все через себя. Вот. И вот эти пропускания через себя, они, наверное, превратились в какую-то систему, которую сам я для себя ни во что не классифицировал, никак к этому. Потому что потом я проходил через все эти... Алкоголь и сигареты? Под запретом были? Да, все было. Нет, нет, нет. А, все было? Я курил, я и пил, и пью. Вот. Но сейчас уже не пью, потому что все уже, да, как бы... Все-таки юбилей подвел какую-то черту под чем-то. Юбилей подвел черту, да, просто жестко причем. Вот. А до этого вся эта жизнь, она из этого состояла. То есть я не отказывал себе ни в чем. Я все-таки хочу получить какую-то, давай, конкретику. Ты мне чуть-чуть скажи. Ты моржевал. Моржевал. Это не путь. Почему? Это путь, только он очень... Понимаешь, моржевание даже, кстати, моржевание – это некая дополнительная опция у людей. А я перешел тогда, то есть у меня был такой жесткий кризис, и я вдруг вот все, что я накопил за это время в армии, там все, я вдруг понял, что я должен жить только так. А то есть ты все проверяешь так до дна? Да, наверное. Вот. И дойти до чего-то, до всех своих черных подвалов, там, или наоборот, до самых горних устремлений, которые во мне, если они пульсируют, то надо их как-то почувствовать, а не просто о них рассуждать. То есть вот сыроедение, так это, значит, покупать травку и почти умереть. Да, почти умереть. И я вот... Да-да-да-да-да-да-да. Если обрыжевать, то практически не одеваться зимой, ходить босиком. Да, я ходил, у меня были сандалии, знаешь, такие, это же все равно, это 80, сейчас скажу, а, это 90-й год, вот, это 90-й, это 91-й, вот. И... В босоножках ходил? Да, босоножки, срезанная пятка, вот, босые ноги, даже там полуджинсы какие-то, вот, свитер грубой, вязкий, и все, вот. И так-то сидим. Вот такие волосы, такая борода. И я погрузился во все чтения всех этих книг, этому посвященных, опять же, религиозным всем трактатам, и там, и Махабхарата, и то, и то. В общем, все, встал в этом, встал в этом, и ты знаешь, и мне стало настолько хорошо, вот. И я понимал, что я просто вывалился из социума практически уже очень жестко, потому что у меня не было никаких внутренних колебаний. Но это была антисемейная история. То есть, там, моя жена, она мне говорила, я выходила замуж за актера, ты что делаешь? Что это такое? Я просто тебя не узнаю вообще. Ну, не то, что не узнаю, это вообще. Она однажды пошла вся в шубе смотреть, как я ныряю, когда увидела, он в ужасе просто, вот. А мы только закончили учиться. То есть, это же 90-е годы, то есть, 91-92 в стране полностью разруха. В Питере это гуманитарные все эти шахеры-махеры, вот, из-за которых, ну, вообще, мы там стояли, все эти талоны, талонная система. И вот это меня тоже как-то стало немножко, ну, уже доставать. Вот эта реакция внешней среды на мой такой вот просто элементарный вроде бы как поиск, который меня примерял даже там с нищетой. Она для меня была ничего, вот, для меня лично. Но моя семья как бы не должна быть заложником моих этих всех поисков. Ну, конечно. И все это решил я. Вот. И удивительным образом, вот, прям в тот момент меня и пригласили в молодежный театр на Фонтанке. И все. И жизнь твоя поменялась. И жизнь опять поменялась очень резко. Ну, вообще, в твоей жизни, надо сказать, очень много таких удивительных сшибок. Я бы сформулировала так, что ты человек советского возрождения. Возможно. Потому что так слишком полярные вещи в твоей биографии встречаются. Ну, вот если просто даже перечислить, что ты в детстве играл на скрипке и занимался боксом одновременно. Ты поступил в университет на филологию, изучал французский язык, и потом в твоей биографии после армии произошел трубопрокат на горячий цех. Да-да-да. У тебя есть биографии увлечения рок-музыкой, ты работал с аукционом и записал даже с ними один альбом, и при этом сейчас также присутствуют в твоей музыке старинные романсы. Ну, как бы, как это вообще, да, между собой сочетать? Такое пытливое погружение в науку, в историю, такое изучение, не знаю, там, мозга, я знаю, ты сейчас этим очень увлечен. И при этом лицедейство. Как это между собой вообще должно бы сочетаться, меж тем в твоей биографии сочетается? Тебе нравится самому себе бросать вызовы? Вот, скорее всего. Ну, как, есть такое качество внутри, как, причем оно присутствует не от моего начетничества, да, или наслушивания от кого-то, или еще, это прямо внутри. Вот внутри есть такой центр внимания и удивления, вот желание удивляться и, как это, испытывать и изучать. Вот такое жуткое любопытство к миру, вот, и оно прямо огромное. Я вот хочу тебя спросить, смотри, у тебя широкое признание случилось довольно поздно. Да. Мы еще о нем поговорим, но в целом, так я понимаю, как бы после окончания института мы же все метим, что сейчас мы станем звездами, да. Мало того, что это был 90-й год, когда все начало развалиться, он стал один и тот же год окончания института. Так театры не хотели брать никого, молодые были не нужны, нищета, талоны, все вот это я себе представляю. Но между тем, к какому-то, вот я хочу тебя спросить, к какому году ты уже начал собирать БКЗ «Октябрьский» на своей песне? Ну, это такая тоже история, понимаешь, вот тоже такое отступление. Сейчас, когда я сталкиваюсь с теми, кто хочет петь, кто хочет сам себя в этом реализовывать, да, и сделать, когда я начинаю рассказывать свой путь, я вижу по глазам, по глазам люди достаточно такие, как бы, они же, я результат своего пути, поэтому мне можно верить. Но по глазам такое, ой, блин, нет, нет. Я так не хочу, в смысле нет? Я так не хочу, потому что это слишком долго, это очень, как бы, это сложно. Я хочу все и сразу, вот, поэтому это не мой путь, вот. И я понимаю, что я говорю в пустоту, то есть это никому не поможет, вот. А на самом деле просто все начиналось реально с маленьких залов. Вот вообще, по большому счету, знаешь, вот, все кажется таким последовательным, а на самом деле на каждом маленьком отрезке это был результат отчаяния. Вот, все доходит до, все сейчас схлопнется, все, вот тот образ жизни, который ты сейчас ведешь, он заканчивается, он еще снаружи выглядит еще ничего, но внутри тебя все закрылось. Таймер тикает. Да, для тебя же самого. Вдруг ты отваживаешься, это отвага, но отвага на фоне отчаяния. Такое, делаем шаг, закрыл глаза, раз, два, три, пошел. И ты собрал какой-то маленький зальчик? Я собрал маленький, сначала вообще забрал, отбил только аренду. Опять же, это середина 90-х, и этот зал был 100 местный. Пришло 30 человек, эти 30 человек отбили мою аренду. Через месяц я уже заполнял этот зал, приходили 100 человек, у меня появился плюс, на который я уже мог делать черную расклейку, тогда еще это позволялось. Черный расклейк это афиши? Да, это на каком-то ксероксе жутком, там, малоузнаваемый такой человек на тебя смотрит, там, с твоей фамилией. Вот, и это все, все заборы обклеивали наши, там, ребяток, мои знакомые, волонтеры, которые мы сами, и я сам. Вот, вообще, первый этот концерт мы собирали, мы сделали трамвайки, знаешь, это такие маленькие, ну, стикеры. Да. Вот, 3 тысячи штук. И вот две девочки и я, мы ходили в метро, и вот так вот людям раздавали, 3 тысячи штук. И я думал, ну, из трехсот, ой, из трех тысяч 100 человек должно прийти. Пришло 30. А пришло 30. Вот, никакой другой рекламы не было. Вот, пришли эти 30, они отбили аренду. Вот, мы за какой-то период заполнили 300 местные, перешли в залу финляндского, где было 700, ну, под 900 человек. Приходили мои 300 и отбивали эту одну третью часть, которая потом превращалась уже почти в эти 900. Вот, и в конце концов, ну, наверное, года через полтора-два, вот, я уже смог... Собрать БКЗ? Да, в 2006 году, по-моему, или 7-м, был собран БКЗ. Ага, слушай... Очень сложно, с одной стороны. С другой стороны, вот, знаешь... Очень честно. Это с одной стороны, да, это честно, а честность это базируется на том, что мне просто интересно петь. Хоть трём, хоть тридцати, хоть ста, хоть семистам. Вот, понимаешь, это для меня важно. Мне не важно, что я сейчас по перспективе отстаю, там, от Филиппа Киркорова, да, там, типа, в то время даже. Ну, он уже, там, или ещё от кого-то. Меня это совершенно не интересовало. Меня интересовал вот этот процесс. Вот этот процесс, как я с людьми пою, и как я им, что я им... Ты сразу начал петь романсы в этой программе? Нет. Я занимался рок-музыкой. Ну, тут, видишь, это было связано с тем, что я впервые, наверное, в классе седьмом или восьмом услышал «Лестницу в небо» для Дзеппелин, и она мне снесла голову просто напрочь. Я знаю, так девочки слушают любимые пластинки. По многу раз. Переворачиваю, по многу раз. Вот так я откручивал. И там Джимми Пейдж, как сказал, это всё было списано с голоса Америки. И мне друзья эту бобину подогнали, и я вот её накручивал. Только она заканчивалась, я опять слушал. Опять. В общем, план... Как раз тогда у тебя были амбиции рок-музыканта. Да, у меня... То есть они, собственно говоря, параллельно, значит, я стал сразу прислушиваться к тому, что же у нас эквивалентное, может быть. А в ту пору появились как раз все эти вокально-инструментальные ансамбли. И в частности, вот «Синяя птица», там, где кляун шумит, вот это... Ну, я тоже там рассказывал, в общем, в пионерском лагере я услышал, как. А я в это время играю на скрипке, там, всё. И не пою. Даже учитель по сальфеджио, моя там педагогиня замечательная, она говорила, «Открой рот, я же слышу, у тебя есть голос, запой». Я так... Вот, я не пел. До седьмого класса я не пел. Вот. Никак меня нельзя было заставить. И вдруг в пионерском лагере, там, это, через забор перекинули пришедшую звезду, вот, из близлежащего города, вот, который играл на гитаре. И на заднем таком, это, после футбольного поля, там, дворе пионерского лагеря, вот, собралась такая компания, и он запел. Это там, где кляун шумит. Вот. И я... И вдруг изменилось пространство просто. Знаешь, я такой... Одно дело это слышать из пластинки, а другое дело, он таким еще и хорошим голосом это пел. Знаешь, такой... Там, где кляун шумит, над речной волной, такой, знаешь, прямо... Вот. И я такой... Я вдруг увидел... Не то, что так можно, что преобразуется мир. Вот для меня он... Вот у меня прямо, знаешь, так, аж воздух, как от горячего, знаешь, заструился. То есть так в меня это прям про меня вширануло. Вот. Я увидел, что делается с девушками. Понимаешь, это... А седьмой класс, пубертат, вот, и ты не можешь заставить девочку, в которую ты влюблен, он вообще на тебя посмотреть? Ну, ничем, ну, никак. Хоть как ты там перед ней ходи на уроках физкультуры. Ничего, да? Вот. И я помню, что я был настолько потрясен, что когда его, естественно, выгнали, там, пионервожатые услышали, вот, издалека, прям всего назад через забор, с его гитарой. Вот. А мы пришли, значит, ложиться спать, все, отбой. И я вдруг, вдруг, я не знаю почему, я такой зажмурился, набрался, набрал воздуха в груди, и запел «Там, где клён шумит, и в меня подушки там записан». Потому что если после вкуса, понимаешь, все еще шли в этом состоянии. А я вдруг услышал, что я могу. И я шагнул. Я шагнул за край. Вот. За тот край, который я внутри себя там и понеслась. А давай коснемся рок-музыки и твоего опыта с аукционом. Да. Это же совершенно блестящая группа. Классная, абсолютно. Должна тебе сказать, что у нее есть в некотором смысле, как сейчас вообще, весь советский рок переживает некоторый момент возрождения. Ну, конечно, не весь, но часть. И, например, студенты, у которых я преподаю, я знаю, что для них, например, аукцион, это прям величина. но ты поработал с ними недолго и ушел, потому что... Амбиции. Все, ты хотел быть самым первым? Да, я хотел быть этим фронтменом. А там получилось так, что там такой коллектив, то есть вот это у меня... Это же понятно, что, знаешь, если ты хочешь быть вот таким вот фронтменом, то, как это, обратная сторона медали, это типа ты себя им не чувствуешь, да? То есть ты, 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 ну, старик. А там получилось так, что мы записали альбом, так я стал предателем, и потом типа, ну, Жека, вот скрипка, вот стой вот здесь. Да. Я постоял и понимаю, что... Девочки смотрят не на тебя. Да, 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 то есть нету, нету вот этой магии, которой я хочу, то есть ты, ты часть коллектива. То есть, и я думаю, что это, конечно, моя такая глупость, которая в результате, то есть просто, ну, меня услышали, естественно, и ко мне стали подходить там ребята из группы присутствия. От них ушел фронтмен, вот, там создал группу «Рокштадт» Игорь Семенов, и они ко мне пришли, иди к нам, пойдем, у нас будешь, вот, и, а тем более, они были ориентированы на музыку или Дзеппелин, там, на такой западный хард-рок, да, и так как я его любил, западный, а аукцион, это абсолютно другая ткань музыкальная, и именно в ту пору как раз вот это вот, так я стал предателем, это был у них такой прям новый этап, новый такой виток, и на репетициях это было просто вот чудо творчества, как они находили свои рифы, как они находили мелодические сочетания, поляритмию, вот, там, Пашка Литвинов, был очень классный. Ты почему потом об этом жалел, что ты ушел? Жалел, конечно, потому что... А почему? Ну смотри, если бы ты от них не ушел, условно говоря, то, может быть, ты бы никогда бы не занялся сольной карьерой, и никогда бы, может быть, уже не вернулся в актерскую профессию. Ну, это постфактум такое объяснение, а вот в процессе ты, когда живешь, то ты понимаешь, вот я в отличие расхожие вот эти фразы, да, типа если вернуть жизнь обратно и дать мне второй шанс, я бы ничего в своей жизни не менял, а я бы менял, вот, я бы менял прямо на каждом повороте, потому что я примерно понимаю, что я бы открыл что-то другое, вот, и я в чем-то другом в этом что-то для себя бы узнал, так я это так и не узнал, это закрытая книга, то есть аукцион это закрытая книга, к сожалению, и главное, что вот эта вот атмосфера сочинения, у них была правильная ориентация на то, как сочинять музыку. На то, что такое творчество. Да, на то, что такое творчество, они не хотели подражать, они не хотели соответствовать стандарту, или тому, что модно, да, которое нужно, вот, они более того, как только это слышали в своей музыке, тут же говорили, нет, 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 это классный опыт, вот, он мне внутри тоже потом помогал, не раз, вот, то есть что-то я потерял, что-то я приобрел. Очень интересно твое соображение относительно того, что ты хотел быть фронтменом, а значит, этого ты не чувствовал внутри себя, если ты так этого хотел. Вообще, это свойственно твоей биографии, ты сам об этом говоришь, что ты такой вечный второй. Тебя утверждают в какое-то кино, когда кто-то не может, кто-то срывается, а тут про тебя вспоминают, и говорят, а, ну вот, дядь. Как ты сам себе объясняешь это странное свойство своей биографии? Что это? Может быть, ты себя не принимаешь, может быть, ты себе не даешь это право? Да, и это тоже, да. Вот, ты знаешь, ну, я тоже, во-первых, ну, когда это была болевой точкой, ну, когда ты для себя вдруг это открыл, вдруг прям лбом уперся в эту, в эту, как бы, внешнюю ситуацию, которая тебе рассказывает о том, что старик, ты, как бы, что-то тут не так. Вот. Ты, как бы ты сам это назвал? Я вечный второй. Вот. Правильно. Потом, потом ты начинаешь думаешь, нет, стоп, должна быть какая-то причинно-следственная связь. Вот. Где ты ее начинаешь искать? Ты начинаешь ее искать, там, вплоть до того, что, например, мама мне говорила, что, вот опять же, когда этот пубертат в тебе начинает бушевать, что она испугалась, что во мне эти, ну, как это, нарциссические, проявляются нарциссические черты. Качество, да. Качество, да. Когда замерзает, замирая замерзает у зеркала, и каждый волосок прикладывает. Пубертат, это у всех так, мне кажется. А маме так показалось. Мама, у меня же пыль из-под плинтуса должна быть выметена, понимаешь? Как она мне говорила, Женя, на абразуру может броситься идиот, ты должен быть героем в мелочах. Вот. и это, понимаешь, понимаешь, да? Тебе вот так вот. Да, на! На! И ты держи этот вес. И ты держишь этот вес, понимаешь? И вот эта вот рефлексия, да, которая в меня, прямо, вдули в меня. Вот. Вот эта рефлексия, она меня постоянно останавливала. Удерживала. Удерживала. Во многих вещах заставляла сомневаться, там, не делать каких-то шагов. А вот эта смелость и отвага, да, которая лежит... просто предела какого-то внутри себя. Что, типа, не, я дальше так идти не хочу. Не хочу. И я тогда, ху, делал шаг в сторону. И тебе сразу все удавалось. И да, и удавалось. Вопрос. Ты до сих пор не можешь смотреть свои фильмы? Да, я как бы так вот, знаешь, вот. Почему? Некоторые фильмы, такие, которые, знаешь, ну, допустим, я их принимаю, вот, Урсуляк, Жизнь и Судьба, да, я смотрю как не на себя. Вот. Я такой смотрю, как на то, что сделал Урсуляк. Мишура, вот, вот там просто, там, я не могу, я знаю, что у меня там не было пути, у меня там не было возможности посидеть, покрутить, подумать эти варианты, позаниматься тем, что там высокопарно называется творчеством там или еще, хотя бы не это, да, а хотя бы вот просто посидеть там, ребята, давайте, ну, давайте, ну, мы же ерундой сейчас занимаемся, просто лишь бы быстрее сократить вот этот момент и переехать на новый объект. Ну, вот смотри, ладно, может быть, начало там 90-х или там 2000-х, еще вот это так оно и было, но постепенно кино становилось более серьезным, и в частности, у тебя есть биография, кроме «Жизнь и судьба», у тебя есть, например, такое кино, как «Чкалов», которое, меня не меньше потрясла информация, что ты собирался отказаться от этого предложения, я вообще отказался, потому что ты не похож на «Чкалов». я узнаю это и думаю, ну, он сумасшедший, ему предлагают главную роль, как бы, причем, классный материал, любой бы артист просто, знаешь, зубами, ногтями зацепил. «Что это, Женя, хочу я тебе спросить?» Понимаешь, во мне живет тот мальчик, который читает книги, вот, который читал книги, у которого, как бы, если это просто литературный герой, да, то он все равно у меня уже сформирован, если этот герой литературный, еще и на базе исторических каких-то первоисточников, он имеет свою жизнь реальную, вот, то для меня это, ну, как бы, это святая святых, вот, и нужен, я считаю, что нужен герой, который похож на «Чкалов». Раз это байопик, то это должен быть просто идеальный сколок. Да, это идеальный должен быть, потому что мы не можем, как бы, ну, вы же понимаете, я тут же думаю, так, если бы меня кто-то играл, какой-нибудь блондин или негр, вот, я бы как-то с этим не очень согласился, вот, я против, вот, просто жестко против, мне не нравится это, что, типа, старик, ну, у людей есть фантазия, у людей есть своем, как бы, ты пускаешь их, конечно, может быть, по ложному пути, но в этом ложном пути, если мы заложим какой-то такой вот ценностный порядок, вот, то с ним тоже произойдет какая-то качественная метаморфоза, восприятие, так сказать, этой информации. Так что, ты так и не смотрел это кино? Какое? Чкалов? Нет, до конца нет, я так, кусками, чистыми. Тебе все равно было тяжеловато, несмотря на то, что ты согласился в итоге? Да, да, ну, потому что, как бы, меня позвали, я сразу пришел, говорю, ну, это не я, вот, Игорь, я говорю, ну, не надо, и через неделю мне звонят и говорят, ты утвержден. Ну, вот, произошло вот так, знаешь, как на вокзале, и я такой, блин, да что же это такое, да вы что, ребята? Да вы что, ребята, да, и я просто уже тогда полез обо всем этом читать, все это узнавать, наполнять себя внутри, и включившись уже, я как бы отвлекся от этой отрицательной стороны. Знаешь, мне кажется, это очень хорошая твоя работа на самом деле, я могу себе позволить это сказать со стороны, даже не, мне, вот я тебе скажу, я тот самый зритель, которому абсолютно наплевать будет, потому что ты не похож, да, да, я клянусь, ты таки действительно, Женя, включаешь мою фантазию, вот хоть ты тресли, все это правда. Но главным образом, мне кажется, ты в невероятной степени совпадаешь с этим временем, и с этой вообще фактурой этих людей, которые тогда вообще таким делом занимались, мощно. Это очень интересно, потому что, вот, ну, когда я стал вот это все, ну, во-первых, это действительно, это время, это такое очень, и для моей семьи болезненное время, и мои дядьки все, вот, это вот такие, вот, чкалов, и там они охотники, рыболовы, они, там, один дядька заправлял рыбнадзором на севере, другой был начальником треста, строителем, но он и охотник, и дед мой, их отец, это мельник, вот, который своими руками делал мельницы, знал все устройства, сам своими руками сделал скрипку, на скрипке играл, но, это вот такие пытливые, природные, какие-то мощные характеры, вот, которые, вот, когда я стал читать, там, очкаловы, там, все такое, я просто, вот, как-то, в честь своих дядьев, и своих дедов, да, и своего отца, в том числе, вот, потому что они все это все в себя впитали, они через себя это пропустили, и это их и сформировало, и вот, вот эти их черты, мне и хотелось через этот образ, раз уж я не Чкалов, то я хоть своих дядек сыграю. Армии, нужен быстрый, маневренный истребитель, позарез нужен, понимаешь? Ты чувствуешь, что мы похлипче? Похлипче, но, в том смысле, что, это требование времени даже, ну, то есть, время просит быть умнее сейчас, не столько круче, а там была ситуация такова, что все эти обстоятельства, которые нагромождались одно на другое, требовали от человека, наверное, 70% выживания, вот, надо было выжить, вот, прямо вот выжить, во что бы то ни стало, и 30% в этом выживании задать перспективу, вот, и это все, там, все эти темы, как это, становление нашей страны, они все прошли, через твою семью, непосредственно, и через мою семью, в том числе, твой отец погиб, когда ты был еще маленьким. совсем маленький, и все, что связано с отцовской ветвью, до сих пор, ну, там, находится в темноте, я не знаю, кто, что, но он, дитя войны, в какое-то время был в детдоме, потом разные профессии, от обвальщика туш до шофера, в конце концов, он стал водителем, собственно, и вот, будучи шофером, он, там, в конце концов, погиб, в командировке, но, этот человек в армии, он был водолаз ОСНАЗа, особого назначения, водолаз-разведчик, особого назначения, вот, ну, то есть, ну, потому что сирота, и что, это 50-е годы, поэтому туда набирали ребят, по которым особо плакать некому. Слушай, ну, вот, когда папа погиб, тебе было 5? 5, да. Маме было 30 лет, она осталась вдовой, собственно, с двумя маленькими мальчишками на руках. Учительницей, представляешь? То есть это там... Как рано ты понял, что ты должен нести ответственность за свою семью? Это, ты знаешь, это не выглядит, как ответственность, это просто сочувствие. Когда ты видишь, как лошадь ломовая женщина работает, приходит, валится, в каком-то забытье, там пребывает, а потом встает и до 4 утра проверяет тетрадки. Ты идешь в туалет утром, а она еще сидит, вот, горит лампа, и она эти все тетрадки, и думаешь, это какой-то кошмар. и поэтому весь этот мир, у тебя какая-то претензия к этому миру, типа, почему? Почему нельзя лучше? Почему моя мать должна до 4 утра вот так вот сидеть? Потом смотришь, что никому до этого дела нет. Это как бы спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И ты рано или поздно начинаешь эти все правила принимать на себя, вот, видишь, какая у тебя семежильная мама, вот, и в этом, как бы в этих обстоятельствах начинаешь это тоже на себя примерять, вот, начинаешь понимать, что ты обязан точно так же. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, вот ты до армии поступил на филологический, учил французский язык, а после армии пошел на завод. Это было продиктовано тем, что ты можешь тоже помогать семье? Ну, это и обязан был, потому что там с братом случилось вот это вот, его комиссовали, вот, и по здоровью ему еще надо было там реабилитировать его, и, ну, в общем, детали. Сколько ты проработал? Я проработал два года. В 22 я поступил в театральный институт. Слушай, но трубопрокатный горячий цех, это вообще какой-то отдельный ад на земле. Это да. Это знаешь, как все эти там стихотворения про завод, что с утра он засасывает всю эту массу людей, вот, они все идут, б-б-б-б-б. То есть это вот все, это очень жестко. Ну, мне кажется, что это при том, при всем, что мы можем сказать, так на это посмотреть, но ты знаешь, я могу посмотреть на это по-другому, потому что вообще-то, ну, там, хорошо, сегодня мы живем в мире, когда многое компьютеризировано, а вообще-то, как я понимаю, вы делали трубы для нефтяной промышленности. Для всего вообще. Этот завод изготавливал, он вообще, он был европейского значения, вот, он изготавливал, начиная с обсадных труб для, значит, нефтяной промышленности, заканчивая капиллярными трубочками для космоса. Ага. Это тончайшие же трубочки, то есть в этой, в космической промышленности, они там. Ну, вот я хочу сказать, что просто вот эти самые люди, вот эти самые мужики, это вопрос об этих энергиях, вот это просто своими руками, знаешь, это вот, или, то на ком, соль земли, на ком все держится. Ну, да. Потому что вот если бы они в этот горячий цех не заходили ежедневно, Ну, да. То фиг-то бы, что-то бы крутилось там, нефть бы не добывалась, и прочее. Ты как-то вспоминаешь, эти два года, я не знаю, ты что-то там увидел, что-то понял про жизнь? Конечно, конечно, конечно. Ну, во-первых, во-первых, ну, с одной стороны, я понял, что человек должен это делать, вот, и в данном случае он выполняет какую-то такую задачу, которая там, ну, в частности, она, конечно, выглядит жутко, потому что, ну, вот ты приходишь, и 8 часов ты просто привязан к этому станку, вот, все, ты ничего не можешь, ты не можешь, вот даже как сейчас, да, вот ты сидишь и в телефоне можешь сидеть в это время, чуть-чуть отвлечься, чуть-чуть, да, сидеть, ну, пока она нарезается, там, вот резьба, ты там сидишь, потому что там уже все классно, чисто, резцы подходят, этот сульфофризол там льется, вот. А пока не было, что ты делал? А пока не было, я должен был следить, потому что вот этот вот барабан, в котором эти же резцы работают. Которые вот эту резьбу просто на трубе делают, Сжатым воздухом они зажимают эти кулачки, вот, и эту резьбу нарезают, но это все вот так вот гуляет, ходит, поэтому где-то трубы через три ты должен был калибром проверять, правильно ли нарезана резьба. Если она неправильно нарезана, то вот мой мастер объяснил мне, там либо надо было менять резцы, либо просто, ты понимаешь, эти кулачки расшатываются, поэтому ты берешь от папиросной пачки, от прямой, отрываешь вот такой кусочек бумажечки и прокладываешь между резцом и самим кулачком, который держит, и затягиваешь, проверяешь еще раз, и они крутят, какие-то пять труб еще нормально, потом оно опять расшатывается, значит, еще туда закладываешь вот этой бумажечкой, то есть надо всегда следить, надо всегда смотреть, вот, потому что однажды я запорол целый пакет труб, вот. А это значит их слова? А это значит все, это их опять на переплав, опять все другое, а мне, так сказать, поэтому это жесть. А до армии, кстати, я работал кузнец за спецовщик труб, это ты перебиваешь с одного диаметра на другой, то есть ты держишь трубу, и вот эта прессовочная машина, ковочная, она работает там, очень мелкая вибрация, и обязательно нужно было быть в рукавицах. Мне это надоело, однажды я голыми руками, значит, держал эту трубу, одну, другую, там целый пакет продержал, потому что, смотри, у меня труба скользит, оказалось, она вот такой мелкой вибрацией сняла мне кожу. Представляешь, это самое, с ладоней, вот, и мастер потом приезжал, говорит, козел, я тебе говорил, вот, я же тебе сказал русским языком, надень, надень перчатки, да, все. Там столько шуток было, знаешь, когда ты перчатки опять не надеваешь, и там горячая деталь, ты берешь, и обжигаешь, да, а, он говорит, что тяжелое. Как в таких обстоятельствах вызревает идея все-таки пойти на сцену? Нет, там нету, там ты параллельно просто поешь. А? Да, ты все время поешь, и ты находишься в своем мире, который, ну, чем бы ты ни занимался, он внутри тебя параллельно поет, 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 он тебя не отпускает это ни на минуту, потому что, когда я поступил в университет и киномехаником работал, у нас вечером был рок-инстер-ансамбль, вот, назывался «Отражение», и я там пел, играл, мы начали придумывать свои песни, я придумывал там, у меня уже были тексты, у меня была музыка, я уже там своей девушке там в то время был увлечен, я и писал целые бобины, записывал песни свои, свои сочинения. А что в Москву поперся? Понятно, вот телек позвал тебя. Я хотел, да, телек позвал, это Эдуард Загалаев, 13 этаж. Но потом же мог, хорошо, я хотел себя проверить. А, ну ты же мог вернуться, почему ты решил, ага, не взяли на телек, ладно, Гнесина, не взяли в Гнесина, ладно, в Питер, почему не назад, если там уже была какая-то история? Да, там просто я понимал, что это, там я не смогу, там нету такого запроса на то, чтобы я все выдавал и выдавал, и выдавал, и чтобы я шел туда, где это нужно, вот, там это не нужно. У меня был там еще период, я успел поработать в ресторане, вот, и пел. Ну там люди сидят, жуют, едят. Редкие случаи были, когда вдруг мы прорывались к какой-то душе, которая тут же подходила, доставала, еще, еще раз вот это вот сыграйте, мне, пожалуйста, спойте. Вот, и мы там таки сразу заводились, не от денег даже, а от того, что он оценивал какие-то вещи, слышал какие-то вещи, что-то понял, но тогда нас перло, а не вот это все, кончилась любовь, как день зимой, не это, вот, какие-то вещи такие. То есть, короче, хотелось более широкого, более интересных каких-то задач. Хотелось делиться, да, хотелось именно из себя это все выдавать, потому что тебя это душило, ну, как бы, ну, переполняло, да, оно тебя переполняет, и оно начинает тебя уже пожирать, ты начинаешь, вот эта рефлексия превращается уже в болото, вонючее, которое тебя все время, отравляет этими, всякими этими газами, да, я то, я все, я не все, я не то, я вообще никто, я что-то. Но, надо сказать, к телевизору ты стремился не зря, потому что самое широкое признание к тебе пришло как раз через телевизор, но уже в далеком 2007 году, и на проекте Король Ринга. А, ведь, собственно говоря, с чего началось твое восхождение к Олимпу, в том смысле, что к широченному твоему признанию. Ну, это смешно. Вообще, это же самый первый Король Ринга был, и это потом мы уже привыкли к тому, что звезды, чего только не делают, звезды тебе в цирке выступают, на коньках, там то, сё, не помню, на коньках было, на коньках было. Но Король Ринга, вот если абстрагироваться, это очень странное предложение. Люди, которые работают, извини меня, лицом, знаешь, есть такой анекдот про Александра Аудулова, что когда он попал в какое-то Месилово, он кричал, только не по лицу, мне завтра им работать. А так в целом он был готов драться, он был такой духаристый человек в этом смысле, азартный, но только не по лицу. В целом, как ты воспринял это предложение? Почему ты на него согласился? Я даже, знаешь, когда увидел вот эти звезды на льду на разных каналах, я вслух произнес, через полгода они, скорее всего, устроят драки звезд. Да ты что? Да. Потому что, знаешь, когда так погружаешься, вот ты начинаешь сопереживать, за актеров болеть, ну и я понял, что градус вот этого процесса должен повышаться. Ну а чем его повысить? Ну, бить морды. Вот. И я угадал. То есть буквально через полгода вот мне позвонили, там пришло приглашение. Я уже спокойно к этому отнесся, я просто понял, что ну да, и так как я занимался боксом, но занимался в школе только, и в школе у меня были там успехи, но мама легла трупом, костьми, да, вот, и я ей очень сопереживал, сочувствовал и решил маму пожалеть. А почему она легла костьми? Ну, что она боялась, во-первых, у меня было, в общем-то, зрение не очень хорошее, вот, и она боялась, что мне если повредят сетчатку там или еще, то будут какие-то последствия. Потом это все осталось такой, как это, не спетой лебединой песней. Мужской. Мужской, да, да, причем она же, это же такая песня, она базируется на самых твоих базовых вещах, это страх, агрессия, там и так далее, для чего в нашем маленьком городе, чтобы это все всегда бурлило и волновалось, было выше крыши, вот, то есть район на район, драки, там. Ты в них участвовал? Участвовал. Непонятно зачем, но есть объективные некие причины, объективные в кавычках, ну вот, причины, то есть, там, девушка в том районе, он туда пришел, ему накостыляли, идемте, и нас 50 человек собирается, и вот мы идем. Я думаю, сейчас буду кого-то бить, за что, почему, для кого, вообще непонятно, тут неужели нельзя договориться, неужели нельзя прийти, неужели нельзя сесть и говорить, вот, мы же как бы можем это, но решается все иначе. И вот, вот эти, вот эта вся, вот эта, вот эта базовая вещь, вот этого страха, агрессии, как работают эти механизмы, они в тебе, они тебе тоже пожирают, вот, если они не находят своей сублимацией, например, да, или реализации, или еще чего-то. И ты же постоянно ходишь такой, как бы, ну, если что, если на меня кто-то выйдет, то я, бутс, бутс, это все ты так думаешь. Очень классный есть такой мем, в случае чего, вы поведете себя не так, как вы фантазируете, а так, как вы готовы. Вот, вот эта вот готовность ко многим вещам, это тоже момент, который продиктован вот этими темами страха, агрессии, ответной агрессии. То есть ты в очередной раз пошел проверять себя? Да, вот, то есть, когда, это моя недопетая песня, которую я, как бы, я ее не решил до конца, как я боюсь, как я через это переступаю, как я перешагиваю, как я отключаюсь, как я вдруг становлюсь просто, уже просто учащен, этим шахматистом, вот этим, вот, когда ты за этим следишь, когда ты работаешь, как ты вырабатываешь, как ты в это время еще, через тебя прямо прогоняются какие-то установки? Ну, там много было, конечно, всяких событий, которые действительно зрители триггерили по-разному, в частности, там, конечно, начались травмы, Валдис Пельш попал тогда в больницу, какие-то подзамены выходили ребята, и вот мне интересно, каково было, был участвовать в бои с Лешей Чумаковым, который, как я понимаю, тебе был очень симпатичен, вы оба музыканты. Они мне все были очень симпатичны, кстати, все. Но вот Леша, как его музыка тебе нравится, тебе нравится его подход, его... Мне нравится его одаренность, мне нравится его и подход, и что это реально природа человека, то есть это не подставка. Знаешь, у нас очень много, на самом деле, подставных фигур на нашей поп-эстраде, которые не заслуживают того внимания, которое им... Ну, это такая... Это даже не из области брюзжения, а просто как... Констатация. Констатация, да. Я его когда увидел, а он еще так классно, он так оделся, такая желтая канарейка такая вот. Просто иди сюда, как называется. Такой... Для какого-нибудь кровожадного человека это просто вот... Жертвы лучше нет. Да-да-да. Потому что он еще сидел, а он... Вот самое удивительное, что все, все, кто видели наши даже подготовительные какие-то... Все эти опусы там и люди, которые были свидетелями, они говорили, ну, это же все не по-настоящему, нет? Я говорю, по-настоящему. Они говорят, ну как, ну что, вы будете... Ну, верно, что вас будут останавливать, там или еще? Говорю, нет-нет-нет, все по-настоящему. Так вот, Леша, так как он пришел на замену, я не помню кого, вот, скорее всего, у него было точно такое же вот ощущение, что это, ну, 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 что вы. Он там сидел, шутил, говорил, я такой думаю, боже мой, как только первый удар тебе прилетит, это небо опрокинется на землю в твоем сознании. Вот, но я, так как мы не были дружны, я ему, как бы этого не сказал, но я стал ему сочувствовать. И первый бой, который у него был, был с Епифанцевым. Это все! Это... Я думал, боже мой, сейчас будет какая-то мясорубка, то есть, тот его разделает. А Боба Епифанцев, это такое... Это машина для убийства просто, да. Не, он себя и позиционировал таким, струя крови, его там называли. Его все спектакли, это всегда такой эпатаж, именно из области, как бы, инфернальных потоков. Ну, он исследовал себя в этой зоне. Поэтому, Леша для него был просто этой пищей, которую он разорвет, вот, причем пускай эти струи крови. Вот, я очень удивился, кстати, что этот вот Леша, при том, при всем, что, конечно, он там абсолютно не обученный был этому делу, но он выстоял, он выстоял и выглядел таким, как это сказать, оппонирующим, оппонирующим. Это мне тоже, мне это очень понравилось. То есть, можно сказать, что вот ради этого, по сути, ну, скажем, если есть у мужчины стремление там проверить себя в каких-то острых обстоятельствах, вот ради этого, потому что, когда вот бой, ты никак не ждешь, и вдруг ты видишь, а не, нифига, смотри-ка, у него есть характер, а он может противостоять, и он не испугался. И это и есть твоя истинная цена. Да, и это и есть мой интерес. Вот мой интерес и ко мне, и к себе, и к другому. И для меня вот эти все вопросы, кто там первое место, второе, как оно добывается, в результате чего это все шахер-махер этот может там происходить, мне это уже, как бы, это не то. Вот, это побочный результат. Вот, а вот это главное, вот для меня, вот это главное, потому что это реально, это процесс, это жизнь. Вот, а это уже приправа. Там первое место, второе, там третье. Но тебя первый канал зацепил так крепко, И сразу же фактически без перерыва, как я понимаю, был следующий сезон, 2007 был Королинга, а 2007-2008 это уже две звезды. Две звезды, да. У вас был потрясающий дуэт абсолютно с Дианой. Во-первых, это была абсолютно неожиданность, что вас поставили в дуэт. Для меня самого была неожиданность. Как ты думаешь, продюсеры выбирали по какому принципу? Питер и Питер? Вот так они подумали? Ну, нормально будет вместе репетировать? Или почему вас взяли вот в такую связку? Вот, я вообще, как бы, я вдруг понял, что существует, значит, несколько уровней вообще вот этого всего. Может, мне так кажется, может, я сторонник теории заговоров, вот, но я четко видел, как интересным образом там происходит некая композиция. То есть они, те, кто эту штуку задумывают, они придумывают композицию, которая должна подчиниться главному замыслу. То есть лидеры ими определяются, то есть это сценарий. Вот, это сценарий, но тот, кто это все задумал, он уже прекрасно знает, что будет, где и как. Но в серединке могут быть варианты. Вот, могут быть варианты, и это интересно, чтобы это было им неинтересно. И, естественно, публика будет получать свою пищу. эмоционально. И вот этот сценарий, я его понял на «Короле ринга», как он был написан. Расставили так, чтобы тот, кто был имя изначально, намечен как образ, так сказать, победителя, он им и остался. Вот, и в двух звездах я уже без труда увидел, кто будет победитель. Вот, и когда, я, в принципе, когда у меня спрашивали, с кем я хочу, а я-то дурак не по теме, что, типа, первое место занять, а с кем мне интересно, с кем я чувствую, что голосово мы можем дать друг другу большой формат исполнения. То есть, у нас будет большой формат. Вот, я говорю, давайте я это самое, там, с Тамарой Гверсетели. А не, не, с Тамарой Гверсетели вы не будете. Я говорю, а с кем? С Дианой Арбининой. Я говорю, а что мы будем делать? Диана же настолько, как бы, человек в себе, вот, и она проповедница определенной такой темы своей музыкальной. Как мы с ней сможем сойтись вообще? Да вообще развернуть этот веер, этот репертуар, ну, то есть, что мы будем петь с Дианой? О чем? Я почему-то ее настолько однопланово воспринимал, что я не знал, что есть ли у нас вообще какие-то точки соприкосновения. Ну, хорошо, я роком увлекался, она, мы что-то подумаем из этого, да? Она в роке, это условно, там, три песни, все. Дальше, что мы будем делать? И для меня это было такое, ого-го. И когда мы встретились, она такая, ну, че? Там, девай, вот, я говорю, ну, гей. Давай попробуем. А в результате, а в результате, когда мы в эту борьбу включились, причем у нас там был такой нюанс, она говорит, так, я сюда пришла за первым местом. Ага, то есть, это у нее были другие мотивации, да? Ну, она, она по жизни боец, вот, а для бойца же такая установка. Я за первым местом. Я говорю, я очень, очень, это прям, приветствую, вот это твое желание, но, скорее всего, первого места у нас не будет. Она говорит, а какое? Я говорю, второе. Она, нет, я тогда против, это что это такое, это ерунда какая-то. Я говорю, ну, давай вот, я говорю, вот смотри список, список пар. Я говорю, вот, если первое не твое, ткни пальцем, у кого. Она такая, что, говорит, Светлая Идюжев? Я говорю, да. Вот она, блин, я говорю, Диана, ну, мы должны спеть так, будто первое у нас. Вот, и она говорит, да, давай так рубиться. Слушай, ну, можно вот я встряну и спрошу тебя, в принципе, что такое искать общий язык? Ну, вообще, вот, партнерство для людей, которые соло. Ну, да, да. Как это было? Более того, она настолько, как бы, ну, человек своего мира, в который она, ну, ну, мало кого пускает вообще. Вот, и она, она точка отсчета. С нее должно все начинаться, вот, и должно все заканчиваться. Вот, поэтому, как бы, ну, что случилось? Мы зашли на то поле, в котором ни она, ни я, ни соло. Вот, вот, и мы такие, мы сели в лодку, где у каждого по веслу. Вот, и что, типа, ну, либо мы будем сейчас, как мы привыкли там, в одновесельных лодках, да, шарить, вот, либо нам надо совсем в другой лодке, совсем с другими веслами, как-то научиться. Как-то с друг другом научиться, да. И вдруг оказалось, что в этом смысле Диана обалденный партнер, просто очень классная, вот, сразу. Мы любые, вот все какие, вот все, как номера проходили, даже то, что мы сделали вот эту свадьбу по Баджаняна, Магомаев, который пел, и это свадьба, свадьба, свадьба пела, а мы придумали сюжет, что второй день после свадьбы, и просыпается жених, невеста на полу, у нее этот, туфель где-то отваленный, помятый, все передо, и мы пошли по магазинам, покупали эти свадебные платья, покупали, вот это все мы сами же придумывали, вот, мне это не, нас не обеспечивал, мне никакой этот... Да ладно? Да, да. Ничего себе! Да, мы сами придумывали этот номер, и сами его, собственно, на своих ногах, руках выносили. Вот, и так мы с ней придумывали все номера, и вот для нас это было так, большим приключением, очень интересным, таким кайфовым, прям вообще. Но мне кажется, что и в самом деле, это то второе место, которое круто прозвучало. Да, да. То есть вот зритель прямо вашу пару очень запомнил. Да, да, там так и получилось. Я помню, когда мы уже смотрели, как там якобы зрительским голосованием эти столбики растут, вот, я знал, как вырастут эти столбики, вот, они так и выросли, буквально там, ну, вот так. Вот, понимаешь, и вот тебя же это все сопровождает всегда. Вот эта вот тема, о которой мы говорили, что ты второй. Да, да. Вот. И вот это все равно внутри есть какие-то эти такие моменты, когда ты вот на это смотришь, но это порассуждать по поводу роста столбиков. Да. Вот. А потом это отключается, тебе все равно интереснее. То есть у меня осталась не болячка, что я, типа, несправедливо получил второе место, а у меня радость от того, что я с Дианой, я ее просто открыл для себя. Она для меня просто другой. То есть я подумал, господи, какое это вот восприятие человека со стороны, и как оно меняется, когда ты садишься в одну лодку. В те времена, когда узнаваемости было поменьше, и вообще, как я понимаю, ты искал работу еще, и даже так особенно не начал петь и собирать эти залы. Ты занимался в том числе озвучанием фильмов в иностранных, и вот в твоей фильмографии как озвучивающего артиста есть в частности такая крутая работа, как озвучание Бойцовского клуба в 98-м году. Тебе печально сейчас, что мы не знаем, ну вот мы знали, скажем, недавно почившего Владарского, который переводил для нас все иностранные фильмы, ну тогда вот так там дома, ну и соответственно даже вот такой культовый фильм Бойцовский клуб, кто знает, что ты его в частности озвучил уже не дятлов. Тебе обидно это или нет? Ну где-то, потому что я считаю, что там мы неплохо сработали, Петя Семак и я, вот, хотя я сам не сторонник, озвучание вообще в целом. Потому что как только ты, мы даже когда озвучивали, когда озвучивали, я озвучивал достаточное количество фильмов, когда режиссер озвучания говорил, нет, Женя, скажи, пожалуйста, фразой вот так. А это вообще противоречит его интонации, вот того персонажа, который я озвучиваю, того актера, и не передает нюансов его душевных, вот этих, через которых, собственно, и живет этот персонаж. Вот. А мы как бы ему придаем вдруг какую-то русскую маску. Академичность. Малый театр. Это даже не то, чтобы академичность, а это какая-то, ну знаете, существует некое культурное правило чистоты, даже звукозвучания, согласования гласных и согласных, ну и так далее. Ну что мы вам будем объяснять? Вот. И были режиссеры, с которыми мы, вот, и Маша Соловцова, да, «Царство небесное», вот, замечательная и девушка, и она режиссер озвучания, была. И вот как раз с ней мы нашли вот этот общий язык, что типа давай искать Нортона там, прямо Нортона в интонации в этом Марла Сингер «Язвочка на моем небе». И вот как он это говорит, и как они друг с другом с Брэдом Питтом, она искала под мой голос как бы и нашла Петю Симака, и мы вдвоем вот это вот все делали, причем отдельно, я приходил после уже спектаклей ночью, мы озвучивали прямо в ночные смены. И фильм меня, конечно, потряс. Мне было очень интересно. Я тут же побежал по Ланика всего там, где только мог найти, перечитать. Для меня это было, конечно, такое вообще открытие, потрясение. Ну что ж, я надеюсь, тогда какое-то торжество справедливости сейчас происходит. все поклонники этого фильма должны знать, что мы, вот все, кто на русском языке его смотрел, что это работа Жени Дятлова и Пети Симака, прекрасного артиста малограмматического театра петербургского, вот мы должны им низкий поклон, поклониться и сказать, ребята, спасибо, вы были крутые, вы нам, собственно, подарили эту картину на русском языке. Мы же вместе открыли бойцовский клуб, ты помнишь? И он мой так же, как и твой, ясно? Дело в нас с тобой. Ну, денег, как я понимаю, это ничто. Ну, понимаешь, в то время, в то время, это же 90-е, опять же, вот, и так как я вот остался в театре после учебы все-таки все эти 90-е, мои друзья уходили в бизнес, и они хорошие были актеры, и хорошие артисты, но принимали решение, бойкие пацаны, вот, уходили в бизнес. Ну, я тебе должна сказать, я ушла на телевидение так, я проработала 4 года в театре, и поняла, что, ну, это, я тебе так за скобками скажу, важная тема, просто, что когда я перешла работать на телевидение, я пошла работать редактором, а, да, мне и нравилось, мне и хотелось, хоть кем, за кадр мне хотелось, у меня тоже был такой, как бы, кризис определенный, так сказать, с профессией, с публичностью, мне казалось, что все это, и то, что я поняла, что театр никому не нужен, нас сидел 100 человек в зале, вообще, как бы, кому это надо, и так далее. Поэтому вот, мне кажется, важный аспект для тебя, почему я задаю этот вопрос, как же ты с этим справлялся? Ты ж мужик. Вот. Тут такая вещь, это опять, наверное, исходит из того, что я менял каждый свой поворот жизни, вот путем вот этого, как это, Гиря до полу дошла. И вдруг заканчивается театральный институт, начинаются 90-е. И ты никому не нужен? Я понимаю, ладно, бог с ним, что я никому не нужен, не хотите вы, другие захотят. Но, но, я зачем это делал? Я зачем это все? А, то есть, это же в некотором смысле так надо себя оправдать. Да, да. Хочется доказать, что ты не зря это делал. потому что вот мой друг, абсолютно талантливый парень, вот, он, Жека погнали, у меня там пацаны пришли, это самое, он сам Херсонский, там, и все там, наши пришли, и они там, типа, организовали такое, мы трампим, будем гонять сахар, это на спирт, менять, и это, устраиваем, как бы, фирму. Будем заниматься трафиком, там, и там, тра-та-та-та, бабок накрутим, там, и все, и потом в конце что-нибудь это самое сделаем. Параллельно другой друг, прекрасный музыкант, певец, Жека, я тоже это самое, то есть, этот в сахар ушел, и этот в сахар ушел, вот так получилось. И один потом занимался другими вещами, уже там строительными, потом еще сельскохоз вещами, тот этим сахаром создали вообще холдинг, стал очень богатым человеком, вот, и он говорит, я хочу накопить на студию, я хочу, блин, никакой студии в результате. В результате нормальный бизнес. Да, пошло все совсем в другом направлении. Они, никто не реализовал то, ради чего они ушли, вот, они превратились в других. Но, я, как бы, я мог с ними пойти, потому что, ну, такие же горячие головы, вот, но, я единственное сидел и думал, зачем, зачем я со всеми этими поворотами, которые доводили меня до белого коленя, эта гиря доходила до пола, я бросал одно, вообще бросал весь образ жизни, переходил в другой, в третий, и теперь сейчас, я сейчас сделаю опять этот поворот, и куда? Не будет никакой студии. Я тоже должен был заработать эти деньги, чтобы, может быть, у меня была студия, чтобы я купил продюсера, чтобы меня вытащили на какое-то сабадо, или в кино сниматься. Но ты абсолютно прав, куда ты вкладываешь энергию, там тебе и прибывает. Как бы, да, ты хочешь заниматься сахаром для денег, и у тебя будут деньги, потому что ты этого хочешь. Но, тем не менее, смотри, в тот момент, как я понимаю, в конце четвертого курса ты женился. Да. Или сразу после качи. У вас очень быстро родился ребенок. Да. Сын твой Егор. Ваш брак распался из-за этого? Из-за того, что ты не тащил... Нет. Не из-за этого. Это все, как бы, как сказать, это все постановление. Я бы вообще людям посоветовал, но этого никто не послушает. Так рано не жениться? Да. И не выходить замуж? Да. Почему? Вообще, знаешь, как мы потом шутили, баловались по поводу того, что, представляешь, там, типа, если бы у нас в стране было так, ты женишься только на год. Вот все, заключили, а дальше ты должен продлевать... Пролонгировать договор? Пролонгировать, да, договор. Вот. И если что-то там, как бы, типа, не сложилось, все, вы просто не продлеваете, и все. Ну, тут есть некоторое осложнение, рождающиеся дети, потому что вы не продлеваете, а женщины немножко с приплодом уходят, как известно. Значит, надо, да, значит, надо придумывать, точнее, ты подписываешь, что никакие дети... Вот эта необразованность, вот это вот непонимание, вообще, где ты, что ты, с кем ты, как ты должен за это отвечать, что ты должен сначала сделать, чтобы дать вообще какой-то новой жизни, какую-то гарантию. Вот, да, причем... Этого ничего не было. А у нас же, у нас же все, делается так. Да мои предки, блин, как? В поле родила, пуповину перерезала, да пошла. Другое поле. Сейчас все другое, ребята, все по-другому. Надо готовить людей. Люди сейчас совершенно иные. И тогда были другие. Давай вернемся все-таки к твоей жизни и к непосредственному результату этого брака. Родился сын Егор, который на протяжении... До двух лет вы были, как если я правильно запомнила, до двух лет вы были в браке его, Егора, а потом вы разошлись. И на протяжении всей последующей жизни Егор считал своим папой другого человека. Ну, так случилось, да. Но тем не менее, сейчас вы уже стали общаться. Это было его желание. Ну, это даже не его желание. Это наши, как это сказать, пройденные пути. Вот. Что-то успокоилось, что-то осозналось, что-то взглянулось по-другому. Вот. Что-то поменялось, возрастно. Вот. И все люди увидели эту ситуацию немножко с другого, с другого направления. Это Егор тебе позвонил? И все это привело к тому... Нет, там у нас постепенно, постепенно возникли какие-то общие темы. Вот. Я в чем-то участвовал. Там все, в конце концов, мы стали как-то общаться, обмениваться. Но для него же это было, наверное, удивление, что ты его папа. Понимаешь, ну как... Это надо, наверное, у них спрашивать, как первый раз он узнал. Вот. Но как бы большим таким удивлением у него не было. Он... Мне кажется, что он так вот воспринимал жизнь, как она идет. Ведь для него эта жизнь, это жизнь с мамой, которая актриса. А жизнь актрисы, это... Ну это какой-то фейерверх, фейер вниз. Вот. И когда ты находишься в такой динамике, а ты это воспринимаешь как норму, вот. И в этой норме ну вот появился папа. И вот. Но я не могу за других ответить. Сколько ему было лет, когда ты вот с ним поговорил? Когда мы с ним стали... Ну мы так встречались, общались. Ну, наверное, где-то лет с 13, наверное. Но это были такие спорадические встречи. А плотно стали больше? А плотно уже после 18. После 18? Ну да. Он очень рано же женился тоже. И он, собственно, повторил все точно так же. Хотя как-то так. Я помню, что я его... Упреждал? Да. Я его говорил, сынок, только не женись. После 18. Он тут же женился. Я говорил, сынок, ну только не заводите детей. Он завел. Ну а дальше абсолютно тоже они там решили свою жизнь тоже по-другому. А-а-а-а-а. То есть у тебя есть внуки? Да. А ты с ними общаешься? Внучки? Нет, не общаюсь, потому что ну, если бы у нас какая-то традиция такая вот закрепилась, что мы бы в каких-то общих, ну как сказать, общих, важных для обеих сторон в каких-то моментах все-таки собирались, решали какие-то вопросы житейские, там еще, 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 ну, тогда бы да. Вот. Сейчас это может быть доброй волей, но, зараза, у меня нет времени, честно говоря. Вот. Так вот, чтобы прийти, сесть и сказать, ну, здравствуй, я твой дедушка, давай о чем-нибудь поговорим. А как ты думаешь, а Егор в этом нуждается? И это тоже. Вот если бы, ну, как бы, грубо говоря, вот у нас была такая какая-то на этой почве. Потому что я прихожу, сейчас смотрю его спектакли. Да, я, мы общаемся, мы садимся, там, обсуждаем это все. Что-то разбираете его работа. Что-то разбираем, да. Это у нас такая вот личная связка. А связка с его семьей у меня еще пока не восстановилась. Но я хочу это все изменить. Вот прямо сейчас у меня есть такая цель. Как бы пришло время, наверное, знаешь, такое внутри себя. Я о многих вещах успокоился и для себя какие-то новые планы строю. Много чего доказал себе? Нет, я не в том смысле, что доказал. А очень многое успокоилось. Очень многое там, как это, нагрелось, вскипело, отбулькало и остыло. Вот. И теперь у меня есть возможность внутри себя найти место для вот этого направления. А у тебя был когда-нибудь вообще настрой такой, вот поскольку ты так бросаешь себе вызовы, настрой такой типа вот любовь раз и навсегда, вот брак единственный и навсегда или нет? Нет, у меня на самом деле это была установка с самого детства. Именно такая? Да, именно такая, вот. И я был влюблен в девочку там со второго по девятый класс. Ну, к сожалению, безответная. И вот эта моя первая любовь, она как бы не случилась. И поэтому потом уже в университете я был влюблен в другую девушку, вот ей посвящал, вот сочинял уже эти все песни, передавал, все. Вот. И в армии, о ней мечтал, и этот с ее портретом засыпал, там просыпался и все такое. Вот. И намеревался, да, жить вот только такую жизнь, только с ней одной. Вот. Но она меня не дождалась. Вот. Два года. И вот это какая-то, как это, ну, ты же в этом тоже пытаешься разобраться. Вот. Потому что это большой такой болевой, такой шоковый момент. Да. Самый большой болезненный, так сказать, удар любого человека, конечно, связан с любовью. Да. Ну, и с любовью, и вообще с какими-то поведенческими шаблонами, которые в результате вот этих действий они начинают в тебе поселяться. Вот. И ты начинаешь это все сам для себя объяснять и начинаешь лезть в эту природу. Типа, почему так происходит? Почему все-таки... Ну, то есть, грубо говоря, если тобой овладела любовь и эта любовь там получает какую-то взаимность, то должен произойти некий, ну, закон на уровне, как при минус 30 вода превращается в лед. Да? Плюс 30 этот лед тает. Все однозначно и понятно. Е равно МЦ квадрат. В любви тоже должна быть эта формула, которая, черт побери, она должна произойти. Вот она. Раз есть любовь, значит, там должна быть формула. И вдруг это не работает. Вот. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. У одного это... То есть, один будет любить, другой позволяет любить. Или наоборот. Вот. И почему? Почему? А значит, как бы в этой жизни есть какие-то другие законы. Вот. Которые более фундаментальны. Вот. И пока я до этого стал там что-то допирать, вот, я вдруг понял, что человек устроен не так, как я думал. Вот смотри, твой третий брак тоже недавно закончился. Мы не будем касаться этой темы. Я знаю, что это довольно свежая рана и болезненная для всех сторон. Поэтому не будем сейчас в эту сторону заходить. Меня интересует другое. Сумел ли ты понять, условно говоря, что такое идеальный брак, каким он должен быть, но у людей не получается? Ну, я так понимаю, что вот этот идеальный брак, это как сказать, высший пилотаж. Как, собственно, вот там, как объясняют, почему мы стареем, там, умираем, вот, что заложено только столько, чтобы ты продолжил род. Дальше спасение утопающего дело рук самого утопающего. Опять же, неокортекса. А не там, тебе дальше никто ничего не обещает. Будешь стареть, как миленький, да, ты будешь деградировать, потому что ты дальше не нужен. Но тебе дана, как это, от Бога, если мы в религиозной парадигме будем это все рассматривать, вот, то от Бога тебе дана свобода воли. Вот, ты свободен этим заняться. Вот, что такое свобода. Ты свободен продолжать свою жизнь. Вот, не как животное, которое уже продолжило свой род, а как человек. И вот этот человек, вот, как это, достояние человека, это вот эта любовь, и вот этот идеальный момент, к которому надо прийти. Это результат какой-то работы твоей собственной, душевной, сознательной. Ну, что самое главное, какие вот должны быть вклады человека в совместные отношения? Что? жертвенность, самоотречение, способность к компромиссу, что делает отношение устойчивой с твоей точки зрения? Слушай, я тут даже, я не могу сказать, потому что мне кажется, что это очень сложный момент, потому что тут вот все, что ты, все, что ты прошел и испытал, как любовь, но которая потом разорвалась, сломалась, разошлось, там, еще и ржи, оно все равно, это не, это не есть неправда, это правда, только одна ее часть, вот знаешь, там, типа, как вот этот рисунок интересный, когда цилиндр висит, да, да, вот видится там, одна показывает круг, другая показывает квадрат, а истина, это этот цилиндр. Вот знаешь, у меня была такая, как бы, теория, она абсолютно не подпитана никакими там научными наблюдениями, и все, я сам для себя ее такой придумал, зебра на краю, что у меня в мозгу есть, вот представь, стая зебр, да, вот, и в середине там достойные самцы, рядом достойные самцов самки, их маленькие детки, а по краю пасутся те, кто пока до этого ранга не дошел, вот, и по краю эта зебра, она с одной стороны, вот ей хочется тоже в центр, ветер доносит запах львов, вот, это хреново, трава не естся, понимаешь, потому что надо сечь, вот, в это время есть траву, и подсекать, откуда это так подпахивает, и только ты пытаешься куда-то в серединку зайти, как плечо товарища, который в третьем ряду, да, оно такое, алло, вот, и ты так, да, понял, и ты врубаешься, блин, не сегодня, не завтра съедят, и вот эта зебра на краю, вот это состояние, вот это, когда ты, у тебя 10 антенн, одна там, вот, и она, вот же она сидит, львится, я, как я ее не заметил, и ты, и вся стая сразу, в смысле, все стадо это полосатое, благодаря тебе, все срываются, там все, и ты, и ты мчишься, блин, вот такой, и не знаешь, сейчас она там сзади, в тебя вцепится или нет, и ты, и ты, и вот это состояние, зебры на краю, вот понимаешь, да, вот, как бы я обрезовал, очень красиво, я фильм увидела. Вот представь, да, там в этой лимбической системе, я не знаю, какие там центры мозга за это отвечают, но в результате у тебя эта зебра на краю срабатывает каждый раз, когда у тебя занижена самооценка. Да. А занижают самооценку тебе просто в лед. Прямо потому, что это наше вообще, как это. Манипулятивный инструмент. Да, нет, это просто наш воздух. Так. Как мы выживаем друг с другом, мы понижая самооценки, возвышая самооценки, вот это все время этим всем и занимаемся, так по большому счету. И вот, как только у тебя внутри на первый план выходит зебра на краю, благодаря непонятно чему, со стороны вот смотришь, думаешь, ты что обижаешься? Ты что, он тебе ничего не сказал? А у тебя зебра говорит, что тебя сейчас съедят. Она совершенно не понимает общую вот эту ситуацию. То есть в тебе пробудили эту зебру, она ни хрена не понимает, что происходит снаружи. Это мозг так работает, который говорит тебе или убей его, или беги. Вот. Ну, это катастрофа. И представляешь, в таком режиме, если тебя приводят в такое состояние общество, твой партнер, там, кто угодно, ты начнешь заниматься только выживанием. Хотя, для этого нету таких оснований. У тебя хлеб дома, у тебя зарплата хорошая, все. И львы рядом не ходят. Львы не ходят. Нету львов вообще. Но внутри эта зебра есть. И как только я твою самооценочку хоть чем-то, непонятно. То есть я могу не отвечать за это. Я просто тем, что я там спел выше ноту, а ты, тварь. Он такую ноту взял. А я сейчас стал зеброй на краю. Меня едят львы. Внутри. А снаружи нету этого ничего. Нету. Но я начинаю действовать уже руководимый этим импульсом. Ты мне начал рассказывать эту историю в логике отношений мужчины и женщины. И мужчины и женщины в том числе. Смой друг другу время от времени. Если, условно говоря, каждый из нас устраивает другому партнеру вот эту зебру на краю довольно часто, это создает невыносимость в браке. Начинает не невыносимость, а борьбу за себя. И эта борьба за себя снаружи выглядит совершенно иначе. Это не так. Никто же не говорит ты пробудил мою зебру на краю. Никто этого не говорит. Это выглядит совершенно иначе. Люди живут, они придумывают для себя какие-то рационализации. Почему я теперь тебе говорю вот так, а не вот так. Сколько можно тебе говорить и там туда все. то есть идет борьба такая, знаешь, которая выглядит как любовь, например. Или которая выглядит как выяснение отношений в паре. Выяснение для поиска как бы рацио, для рационального... или компромисс. Или компромисс, неважно. Это такая как бы история, в которой, ну, она не очевидна. И она не груба настолько, чтобы ты ее вот так вот увидел, разложил, пришел к партнеру и сказал, смотри, как у тебя все происходит. А партнер в это время думает, а, ты опять меня унижаешь, да, рассказываешь мне, как у меня происходит. На, получай. Вот. И ты не можешь этого разгадать. Не можешь. Ты видишь совсем другое. А когда-то по юности лет ты изменил своей супруге и рассказал ей об этом. Я ее прочитала в одном из интервью. Так. И священник тебе сказал, что неправильно поступил. Ну, да. Почему неправильно? Он именно руководствовался именно этими вещами. Что ты не знаешь, что ты там пробудешь. Потому что просто сам этот факт того, что произошло и в чем ты признаешься. Вот. Он внутри тебя является такой точкой возникновения вот этого противоречия. Что этого не должно быть. Этого, ну, это никак не должно быть. А оно есть. Вот. И это такая, ну, загадка. Вот. И тяжесть. Но не нужно перекладывать ее на партнера. Это тебе скажут. Нет. Получается, что ты с этой тяжестью и ты хочешь ею поделиться. Точнее, избавиться от нее. Внешне это выглядит как типа искреннее раскаяние. Вот. А внутренне ты перекладываешь этот груз на болевую точку своего человека. Вот. И ну, того человека, который тоже точно так же попадает в эту же ситуацию. И в результате ему и это нести и может быть ему с этим не справиться. А ты освободился. Как будто бы. Как будто бы, да. И в этом смысле священник не просто сказал, что типа не надо этого делать, а надо было прийти ко мне, сказал священник. Ну, это в общем-то как в Евангелии. Это история с грешницей, когда он сказал, ну, пусть бросит камень первый, кто считает себя безгрешным в эту женщину. Вот. И когда они все разошлись, он ей сказал, иди, просто иди и больше не греши. Вот. Вот он ей так сказал. Больше ничего он ей не сказал. Понимаешь, он не разложил ей, что понимаешь, в твоем мозгу существует лимфическая система, надстройка, вот, палеокортекс, неокортекс. Они друг с другом постоянно выясняют, они в конфликте, потому что это ранний мозг, это поздний мозг. Ничего этого он ей не сказал, он ей сказал, просто иди больше не греши. Скажи, пожалуйста, ты очень много изучаешь и исследуешь, и это даже видно по нашему с тобой разговору, как тебя вовлекает каждая такая тема, и ты в ней хочешь дойти до глубины, но очень многие твои рассуждения в результате, в частности, и про мозг, и про нашу лимфическую систему, и про неокортекс, и что раньше, что позже, сводятся, в общем, к тому, что я понимаю, что мы недалеко отдалились от нашего животного начала. Ты так считаешь? Я тоже так считаю, да. Тебе как кажется, условно говоря, если бы вот прям, я такой странный вопрос задам, но тем не менее, тебе интересно его задать, вот если бы прямо сейчас Иисус Христос бы посреди нашего вот такого продвинутого бы общества, мы бы его снова распяли? Ну, думаю, да. Думаю, да. Знаешь, у меня была такая история, я сидел дома, в нашем доме жили, ну, живут собаки, там, собаки и кошки. Вот. И вдруг я услышал такое, дерутся собаки. А собаки большие, и когда они дерутся, они выпускают друг другу прям реально, это там были случаи, кровавые фонтаны. Вот. Поэтому я рванул вниз, значит, во двор, три собаки большие, они что-то, что-то дербанили на земле. Я их раскидал, оказалось, кот. Как он выскочил, непонятно. Вот. Кот выскочил из зоны, где он был защищен. Вот. И столкнулся с собаками. И вот я его, когда увидел, я вот поймал в себе вот это чувство схватить палку и отдубасить собак. Вот. За кота. Потому что, ну, они его измяли просто. И он так час умирал. Вот. Потом я разозлился на кота. Ну, блин, вот твое место. Ну, что? Куда? Ты же слышишь запахом. Что это собаки? Там клетка достаточно такая с маленькими ячейками, но прозрачной. Ты их видел. Ты знаешь, кто это, что это. У тебя есть зона, которая позволяет тебе по этому поводу не заморачиваться. Зачем ты туда полез? Вот. И у меня... И потом вдруг я понял, что собаки ничего не могли сделать, кроме того, что делают собаки в такой ситуации. И кот не мог поступить по-другому, чем так, как поступил кот. Вот. И ни собаки не виноваты в том, что они собаки. Ни кот не виноват в том, что он кот. Произошло чрезвычайное происшествие. Произошло столкновение двух миров, которые, ну, выполнили свое предназначение, которое у них заложено в башке. Вот. Они друг друга не принимают в этом смысле. Вот. Я вдруг... И до меня что-то вдруг так доперло. Думаю, так это и бог так на нас смотрит. И говорит, ребята, пока вы кошки и собаки, я ничего не могу сделать. Но у вас есть возможность перестать ими быть. В отличие от собак и от кошек, они не могут этого осознать. А мы можем увидеть в себе и этих собак, и этих кошек. Но мы почему-то пока вот в силу принципов выживания, принципов свой-чужой, вот, борьбы за ресурсы, борьбы за пространство моего влияния, мы пока эти вот собаки, кошки, львы, тигры, куропатки, вот, ну, и дальше там по Чехову. Вот. Вот в чем дело. И вот в этой кошачьей-собачьей фигне, если опять появится, его разорвут. Вот. Потому что будут преследовать только свои интересы. А он дает какую-то другую систему координат. Он дает как раз, да. Вот у меня ощущение, вот если ты прочитаешь Нагорную проповедь, которая, ну, невыполнима, ё-моё, ну, вот это вот, вот это вот дали, дать тебе по правой щеке, подставь левую, ну, это бред. Вот. Ну, что это такое? Там, типа, все сказали древние не прелюбодействую. Я вам говорю, что тот, кто своим вожделением посмотрел на жену другого, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Это же невыполнимо. Ну, то есть, ребята, ну вы чё? Вот. Ну, как же это так? Вот. Ну, понятно. То есть он говорит, ребята, не внешнее, а внутреннее даже должно быть иным. Да-да-да. Вас интересует только как, а не что? А вот это что? Это труба. Это там им сказано в этой Нагорной проповеди две тысячи лет назад. Мы ни разу не приблизились. Ничего, да, понимаешь? Но это не проклятие нам. Это вопрос. Это как бы, ну, возможность взглянуть. Потенциал. Потенциал, да. Это всё-таки потенциал. И к этому потенциалу надо идти. Вот. Внутри. Ну, к тому, кто, нахватавшись уже всего, вдруг этого захочет. Я очень классно прочитал штуку, что для для палеокортекса не важно. Для палеокортекса важно, что ты хочешь есть. А как ты этот хлеб добудешь? Ему не важно. Вопросы морали его не интересуют. Абсолютно. Он хочет есть. И ты или украдёшь, или сам его сделаешь, да, этот хлеб. Вот. Совершенно не важно. А уже неокортекс говорит, нет, брат, это как бы социальная такая штука, ты сделаешь сейчас больно другому. Не надо. Ты о себе говорил, что ты воспринимаешь жизнь с благодарностью. Да. Почему? Что у тебя вызывает эта благодарность? Ну, само чудо появления меня в этом мире. То есть для тебя это не обыденность? Нет. Если меня от меня отключить и представить, ну, вот, мужчина с женщиной что-то сделали, в результате появилась жизнь. Это закон этой жизни просто сам по себе он прост. Типа, кто-то должен после этих мужчин и женщины остаться и выполнить точно такой же закон. Вот. То есть это через нас шпарит эта сама трасса. По ней мчится этот поезд человечества. Вот. И представляешь, вот этот безликий закон вдруг приобретает мое лицо. но это чудо. И то, что происходит у нас в голове, эти электрохимические импульсы, как они устроены, как после этого один человек другому эту голову отрезает, потому что у него сейчас военные действия. Ну, как? Зачем? Это такая сложная конструкция, это такое сложное явление, это такое уникальное со всех сторон, высочайшее. До этого нам не дойти еще очень долго, до того, чтобы создать самим подобную такую историю, невзирая на все наши компьютерные достижения. Сам факт, что это вот эти электрохимические импульсы, вот эта вся биология, как работает клетка, это чудо из чудес. Вообще, понимаешь, когда ты понимаешь, что ты какой-то комплекс, какое-то... Совершенное создание в каком-то смысле. Это что-то такое, да, это в каком-то смысле, которое вот ты и есть. А ты в это время занимаешься такой хренью, которая, собственно, тоже как бы как закон работает, и закон именно, чтобы ты выжил, но тебе дано еще что-то, чтобы это все осознать и как-то изменить. И может быть, прийти к чему-то более высокому. А в чем смысл жизни? Вот в этом, наверное. Раз у нас есть такое завоевание, вот этот неокортекс, то смысл, наверное, в изменении человеческой природы и прихождение к какому-то, ну, не знаю, абсолюту. И это совсем другое. Но для этого мы должны любить друг друга, в общем, выполнить то, что сказано в Нагорной проповеди. Для нас пока это анриэл, просто анриэл. Сейчас надо как-то прожить, вот, потому что мы друг другу закон тайга, прокурор медведь. Вот, и поэтому очень хорошее, ну, для меня это правило. Господи, дай мне силы изменить то, что я в силах изменить, дай мне терпение выдержать то, что я не в силах изменить, и дай мне мудрости отличать одно от другого. Как только я лезу туда, где я ничего не изменю, а вот лопата, навоз, пропеллер, ай, ребята, понеслась, вот, это одно. Вот, причем в этой мутной воде можно свою рыбку вылавливать там сколько угодно. Или же что-то ты реально можешь изменить вот в случившейся ситуации, защитить ближнего, помочь своему родному, как-то внутри себя, то есть понести ответственность за что-то, за что-то реально можешь понести. Вот, и хоть как-то там что-то сдвинуть с мертвой точки или еще что-то, в себе что-то изменить, на что тоже надо потратить какие-то силы. Вот это главная задача. В зоне, где, господи, дай мне силы изменить то, что я в силах изменить. А, и не путать одно с другим, не лезть туда, не получать свои ништяки. Сколько красивых фраз можно налепить вот в зоне, где ты не можешь ничего изменить, но как ты можешь выглядеть трубачом и барабанщиком? Там пафосно. Пафосно. Но этого полно. И сейчас очень много. И возьми этого человека реально, в какой-то реальной ситуации, и вдруг у него там в мухе, в руках мухи женятся. Вот. Больше ничего. Он ничего реально не может. Он ни к чему не приспособлен. А он умеет красиво говорить, он умеет там молоть и выступать за одних, против других, сталкивать. У нас в драках, когда мы ходили район на район, у нас были свои вот эти вот зазывалы и крикуны. И выглядело это примерно так. Вот стоит первострой, напротив стоит, вдруг выбегает, опа, сюда, опа. И потом он вдруг в какой-то момент делает так, ну, как бы фигурально выражаясь. Он так. Мочи! И так в спины. Мочи! И он сзади. А там дальше начинается ааа! Вот, вот. И привет. То есть, вот эта интересная штука, когда красные муравьи и черные муравьи посадили их в банку. Вот. И они внутри не конфликтуют. Ну, как бы один вид там, все. Вот. Но эту банку если встряхнуть, то красные с черными будут долбиться до последнего. Так виноват вот этот, кто банку встряхнул. А они друг друга обвиняют. в доме. Спасибо за субтитры!